У почти 2000 медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция. 16 медиков скончались от последствий болезни. Об этом сообщила глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова. Общее количество инфицированных в Подмосковье пока продолжает расти. На сегодняшний день официально зарегистрированы 28 290 случаев заражения коронавирусом. Это составляет 0,59% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Московской области погибло уже 268 человек. Летальность составляет 0,95%. Полностью вылечили от вируса 3 361 человека. В Солнечногорске, по данным на 18 мая количество инфицированных составляет 478 человек. За сутки 46 новых случаев. Летальных по официальным данным нет. С 18 мая в Подмосковье возобновляется работа промышленных предприятий, объектов ЖКХ и строительства. Об этом накануне рассказал Андрей Воробьев. Экономика может и должна сделать шаг вперед. Начнут работать промышленные предприятия. Мы снимаем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ, отметил он. Другие ограничения пока не снимаются. Электронные пропуска остаются. Непродовольственная торговля, в том числе с тройматериалами, остается на дистанционном формате. При принятии решений по отмене ограничений учитываются три ключевые цифры. Коэффициент распространения инфекции должен быть меньше единицы. В Подмосковье сейчас он 0,9. Свободных коек в больницах половина, в регионе свободно 65%. Тестирование должно быть не менее 90 на 100 тысяч населения. В области выполняется 120 тестов. Эти три цифры говорят о том, что в Подмосковье ситуация контролируется. Но до полной победы над вирусом еще далеко и расслабляться рано, сказал губернатор. Оплата взносов на капремонт, включая долги, отложена в Подмосковье до июля 2020 года, сообщает пресс-служба областного министерства ЖКХ. Решение принято в качестве дополнительных мер социальной поддержки населения в текущих эпидемиологических условиях. В платежных документах за май и июнь будет исключена строка «Взнос на капитальный ремонт». Начисления при этом не должны осуществляться и за апрель. Оплата возобновится с июля 2020 года без доначислений за три предшествующих месяца. Также в платежных документах будет отражена задолженность собственников помещений, образовавшейся до 1 апреля 2020 года.